Если вы придете сюда во второй раз, то эта выставка хороша, если вы ее смотрите долго, медленно и в одиночестве. 11 декабря в главном корпусе Музея истории Дальнего Востока начала работу выставка, посвященная Осипу Мандельштаму. Языком музейной экспозиции она рассказывает о жизни поэта, его литературном пути и прежде всего о поэтике его произведений. Выставка Осип Мандельштам «Мальчишка океан» родилась здесь во Владивостоке благодаря поддержке наших партнеров, Государственного литературного музея, который нам предоставил большинство экспонатов, Государственной Третьяковской галереи, которая позволила нам проиллюстрировать две темы поэтического творчества Мандельштама и музея Ахматова фонтанном доме. На выставке Осип Мандельштам «Мальчишка океан» представлены свидетельства творческой жизни поэта, вековые автографы и издания стихотворений Мандельштама. Например, сборник «Тристия» с пометками, сделанными рукой Анны Ахматовой. Посетители главного корпуса увидят и арестантские документы, тюремные фотографии, ордеры на обыск и арест. Мы в первую очередь пытаемся рассказать выставку не о жизни поэта, а о его поэзии и о сложных сплетениях жизни, когда иногда биографическая линия и линия биографии слова слегка соприкасаются, иногда автор пытается скрыть биографические тонкости, как в этом зале, а иногда они живут нераздельной сущностью, и половину стихотворения вы просто не сможете понять, не зная каких-то биографических тонкостей. Об этой сложной связи, о том, что жизнь поэта – это прежде всего поэзия, и о том, что, может быть, жизнь поэта сложилась так, что у нас нет какого-то большого предметного ряда, но при этом у нас есть самое главное, что нужно, у нас есть поэтическое слово, и мы постарались его экспонировать во всей его сложности и красоте. И, собственно, об этом наша выставка. Переплетение слов и света, фотографии и документов – вся экспозиция направлена на творческое погружение в мир поэта. Владивосток занимает в этой биографии печальное место. Осип Эмилиевич не писал здесь стихотворений. В пересыльном лагере по пути на очередную каторгу трагически оборвалась его жизнь. Но, возможно, поэтому этот город у моря стал особенным местом, чтобы осветить лабиринты жизни поэта. Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.